Его Иисусом, Сыном Божиим, Христа, да? Вот это лучшая синология. А это страшно было. Это было самое страшное наказание. Уча дать там какое-то другое певическое наказание, но не отлучать истинологию. Вот что, это сейчас вы даете. Мы ничего не боимся, да? Отлучай, не отлучай там человека. А для евреев того времени это было очень страшно. И тем не менее, верующие в Христа шли за ним до конца. Были, конечно, которые тайно почитали Спасителя, Сына Божиим, дозри начальствующего, потом тоже, говорите, Евангелие сказано. Сказано потом все в Евангелии. Но они все кровенно. И все же не боятся открыться, прежде чем-то. А здесь четко и ясно была выражена их мысль, их вера, их желание, их любовь к Богу. И мы сейчас совершаем память Дружбой Мироносицы. Воскресенье указал, что будет воскресенье Христова. То есть, мы говорим, была Пасха, да? Она сейчас продолжается, Пасха. До Дании Пасхи, это ее праздник Пасхи. Почему все красное облачение, да? Потому что там Пасха продолжается. Например, у гроба Господня там весь год Кристос воскресе. Весь год Кристос воскресе и Батюшка Серафим, Саровский человек водится, было Пасхой и сердце. Я говорю, сейчас неделя в неделю живой Мироносицы. Я говорю, неделя в смысле воскресенье, а неделя восьмидневный период. Понимаете? Восьмидневный период. И Священное Писание, я хочу немножко об женичных жимах Мироносицев рассказать, да? А почему это зовут Мироносицы? Вот почему это звали Мироносицы? Как думаешь, Люба? Я думаю, что они мир несли, батюшка. В сердцах своих имеют сердца, да. А у нас это вот по миру носится, да? По миру носимся, грешим только, ругаемся, деремся. А потом послушаешь, Господи, думаешь. Это все наше прихожание. Мироносицы, а мироносицы, несли мир людям. Мир Божий. Мир мой даю вам. Вот они давали то, что Господь им дал, вложил из сердца, они несли людям. Кто они были такие? В Писании очень мало о них говорили. Я думаю, только некоторых из них, некоторых. И далеко не полный перечень имен этих святых жен, этих подвижниц, этих дружеников. Их водик нельзя переоценить. Они у всех были семьи. Семьи были все. И ничто. Ни семейные отношения, ни физический труд, когда не было электричество. Все было ручное. Ни какой-то машин. Пешочком ходили. Ну, кто-то побогаче там могли ездить, там, на какими-то верблюдах, там, ослах. А так пешочком ходили. И распевали. Ходили везде. Несли Слово Божие люди. У них была живая вера воскресшего Христа. Она тоже когда-то позже когда-нибудь узнали о его воскрешении, когда они увидели его. Кто же они были здесь, женщины? Они были Мария. Мария Магдалина зовут, да? А Магдалина – это не фамилия. Это не отчество. Это Мария из Магдалы. И из той местности где-то она вышла из которой. Понимаете? Они тоже смотрели. Мария Кливопова, Соломия, Иоанна, жена Хуздова, Мария, Марфа, Сусанна и иные. А Соломарянка. А я тоже пришла к Христу, поверила Христа. А Крисварь, помните? Фатине. И другие есть, теми, о которых неизвестны. Бога известно, а нам нет. И они пошли за Христом. Несмотря на проблемы с семьей. Несмотря на пристынство с той стороны членов семьи. Несмотря на пристынство с той стороны власть имущих. Это страшная махина бросилась на христиан в то время. Государственная махина. Отлучение от Синобой и всё. Если бы там больше страшной стало. Это Господь скончался, да? Как группа будет опечка, и он печатью. И как бы поставили воины. А не им была дана власть хватать христиан, арестовывать их. Христиан и судилища с неревого. Ничто не могло им препятствовать идти за Христом. Ничто. Представляете, какая сила духа у них была? Это же не спасители, а они как бы в тени оставались. Здесь мало у них было, чем в Писании, да? Вот Господь там пришел к Марии Марфи и Марии, там, да? Вот там трапези что-то, вот они мыли, ну, на море мыло ноги. Спасили слезы, птирала волосами своими, там, да? Ну, там, да, видите, этот момент, это, ну, очень мало. К обухтении. Апостолы, они всегда были рядом с ним, Господом. Ну, а женами, если они видели чудеса Спасителя, они слышали его проповедь. Они шли за ним, и не просто шли. Если апостолы шли и служили, и ему то, что говорит, то, что он. Господь сказал апостолам. Эти, там, какие-то города, правительство, там, Божие, не берите ничего с собой, не с собой ничего не берите, да? То женщины мироносицы. Служили, говорит, в Писании сказано, служили ему своим имением. Своим имением служили. Где, мы говорим, ученики отдохнуть, там, допустим, принять пищу, там, да? Вот что, как именисты жили. Это в те времена, в те периоды жизни христианской общины, еще когда, которая начинала как-то формироваться, создаваться, когда было запрещено признавать его даже Сыном Божьим, отключение Сына Боги. А тут не то, что это, тут они уже могли войти в их дом. Вот же какое, как мне было всего Духа. Это еще тоже не все. Время старания Спасителя, когда кто был взял по стражу, Иуда предал, страшно предать своего Учителя. Но не менее страшно, а по речению Петра. Если Иуда предал Господа, когда Господь был, ну, скажем, на свободе, то Иуда предал Христа тогда, то есть Петр, когда Господь его под стражей захвачен, арестован, когда все близкие люди бежали, когда вокруг была безумствующая толпа, которая была как бы одно. Разбять и убить его. Жестоко убить. И хотелось, как Господь, в минуту видеть хотя бы одно родное лицо, близкое лицо, сочувствующий взгляд. И никого, кроме Иоанна Богослова. Все бежали. Божья мать, я, конечно, настояла. Иоанн стоял. А ты там где? Вы себе не можете представить, в минуту, когда вас придет друг. И когда-то раз втрекается человек самый тяжелый в минуту вашей земной жизни. И не представляете, не можете представить такой скорбь, такой удар. Когда ты надеешься видеть помощь, поддержку, утешение, сострадание, внимание, и это видишь, одеждаешь предательство. А это произошло. Спасителям. Несмотря ни на давку, потому что вовсе давку жали люди. Есть все граждане, просто жители, окружающие воины, которые же все решили, предъявлено было указание его, когда обещавание, потом распятие, смерти. Люди злобствующие. Когда Господь падал, поддерживали креста, а крест весел 9, 6 пудов. Представь себе избитого человека, да? И кто же стал любезти крест? В жару, в гору. Использовавшись, ни на что. Жены пошли за Христом, на Голгофу. Понимаете? На страдании. Пусть они не могли подойти близко, но не было такого возможности. Физически они были здесь. И хотя они могли быть сквачены тем же воинами, арестованы, преданной смертной казни. А и семьи, например, Иоанна, Иоанна Кузи, компротивирована. Это очень было высокое положение в обществе. Больше всех не находится рядом с правительством. Никто. Домоправитель его. Не охрана, наменяется охрана, все они за это другие. Никто. Даже не советники его. Потому что они пришли и ушли. А то приписи, да, рядышком. Очень высокое положение. Перед ним, перед нам правителем преклонялись, скажем, как преклонялись, в том смысле, да? Трепетали. Вдруг, почему-то не то, скажут. Тогда их головы полетят. И вдруг, жена этого и этого правителя идет за Христом. Ну, как думаете, он мог спокойно, он мог тоже пострадать. Как супруг. Вместе с женой. И смотря, что она идет. Идут другие жены. Вот какое, понимаете, состояние было. И в душе, и в духе, и в силе духа. Вот им первым является Христос. Не апостол. Конечно, Божья Матерь естественно видела первого Господа, да? Хотя же уже она мироносится. Первым является Христос. Им. Ибо они стали апостолами для апостолов. Не сказали, сказали Петру и апостолам, что видели воскрешенного Христа. И только когда Петр и Иоанн побежали в гробу Господню. Петр был старше Иоанна. И Иоанн был моложе, бежал быстрее Петра. Сделал, и Иоанн прибежал к гробу Господа. Первым. Но не вошел. Вопрос, почему не вошел? То есть мы говорим даже по возрасту. Что? Из уважения возраста. Из уважения возраста. У нас никакого возраста не было. Совершенностно. Он не вошел. У нас старший, не старший, и он вперед. Реши. Он не вошел. Когда Петр пришел, когда Петр посмотрел, потом слушал Иоанн. Уважение к возрасту. Да. Ты правильно сказала. Какое-то отношение имеют к нам эти женщины, жены Медоруси. Они пошли за Христом. Несмотря на свое положение, занимая в обществе. Несмотря на свои препятствия. Несмотря на какие трудности. Несмотря ни на что. И только пошли за ним. Даже служили Господу своим имением. Понимаете? Никитар. Имением. А мы? Как идем мы за Христом? Я не имею в виду лично вас. А вообще? Человечество. Великие праздники совершались. Воскрестный день. Равен 65. В городе 65 тысяч жителей. Равенец, человек, ну, может быть, так 200 стоит. Где остальные? Христиане. Они имеют там, люди приколы на кровати, там, больные, там. Где они находятся? Где угодно. Огород поливает, там, в воскресенье. Докопает грядки, там, сажает, в воскресенье едет. А те, человек, и не следует за Христом. Господь, настоятельно только следует за Христом. Господь хочет от нас, чтобы мы исполняли Его заповеди. Жизнь исполняли. Не словами, а жизнью. Покажи мне Христа. Вот я вспоминаю слова из проповеди у Вадыкия митрополита Тихона, Владимирского, Иисусевского. Когда говорят, что спаси души. А ты мне покажи, как я должен спасаться. Вот на примере покажи. Вот на примере. Не в словах. Ты мне на примере покажи, как я должен спасаться. На личном примере. Мне надо слова. Мне надо тебе теорию. Мне надо тебе учить. Ты мне примеры покажи. Вот святые покажи примером. Лично примером. Понимаете как? Господь нам дает сейчас все. Понимаете? Все он дает для того, чтобы дышать человек в шоке путевого спасения. Времена советские 60-е годы было очень мало литературы церковной. Ну может быть у вас слов только какое-то определенное количество. Не больше. Не, не вкусно. И Мария Мусловна чуть-чуть. И все. А сейчас целая там масса их отцов. Ведь святые прошли эти путев к спасению. Прошли. Если в беспрестных произведениях оставили нам указания, как нам идти, чтобы быть с Богом. только должны выбрать образ жизни того святого, который соответствует твоему образу жизни. Не князя. Что это? Ты три книги ниже. Не цариатру, да? Не воин. А ты же не воин. Ну смотри, мой такой воин. А нет. Укажи, вот это не такое слово. И как он что? Вот и жри. Поймите. Подражай. Вот тебе будет спасение. А если вы не представли, если с отцов, как будет с грехами, с тростями, возьми, дочитай. Это наше линия уже. Субтитры создавал DimaTorzok.